Мы вообще поженились, учились оба, я в семинарии учился, очно, причем Владыка благословила, не заочно, а очно. И она СХ заканчивала, еще тоже училась. Потом она закончила СХ, все равно до этого на рынке подрабатывала, и продолжала на рынке, и у нее получалось деньги зарабатывать. Понимаете, я, собственно, потом жалею это. А я физически работал. То есть, помимо того, что я дьяконом служил, я работал физически. Дома. Пришлось научиться и отопление элементарное сделать, сварить, и проводку делать, все, то есть, приходилось. И она рассуждала так, ну, ничего страшного, сейчас ты не зарабатываешь денежку. У меня дети, вот когда я в батюшку пришел, отец Поляков, отец Роман с Пребреженского храма, вот, он шутил, говорит, когда мы пришли в гости, в Серафиме просили, а папа, мама, денежки, что мама делает, мама, денежки зарабатывает, а папа, а папушка хлебушек приносит, а папушка, я приносил с панихидного стола, ну, хлеб, вот. И то, что папа денежки зарабатывает, это не звучало в семье. Да, там, естественно, никто папе не укорял и не говорил, что папа там лодырь и ничего не делает, или там, я бездельник. Он знал, что папа работает, тоже трудится, но он хлебушек приносит, а мама денежки. Вот, ну, время поменялось, я стал священником настоятельным, требую. Священник, он, насколько он активен, трудолюбив, трудится, волка ноги кормит, да? Вот, я за это время, вот, ну, все время я никому не сказал, что я там больной, дома лежу, я там не поеду куда-то. То есть, в течение пяти лет. И, слава Богу, все же одеты, а будто жена на данный момент, на данный момент, она не работает. То есть, она с детьми сейчас. Ну, конечно, сейчас. Вот, но я хочу сказать, что мы не стали беднее, да, мы там не разбогатели, но мы не преследовали такой цели. Но, к чему опять все это? К тому, что у кого получается зарабатывать, то ты должен зарабатывать. Ну, не гордиться, не кичиться и не укорять второго. Ну, и второй должен понимать, что он, значит, должен взять друг друга наружка. То есть, в современном мире родители должны быть взаимозаменяемы в какой-то степени. Ну, оставаться мужчина-мужчина, женщина-женщина, несмотря на то, что приходится рубль заработать, там, может быть, жене, а не мужу. Хотя, изначально, да, добыча мужчина. Такое же бывает. А вот, как часто бывает, женщина может больше заработать где-то? Ну, правильно, отец? Да, да. Я не знаю, я наблюдаю, я просто, я говорю... Женщина не пивила потом. Да, я же говорю, мне же она сказала, ничего страшного, понимаешь, что она мне говорит, ничего страшного, пройдет время. Вот она говорила, да, прошло время, поменялось все это, понимаешь, и да, мне у Кура не было никогда в этом смысле. Может, она вас морально подготавливала, внушала вам, что да, да, да. Она говорит, я... Вы знаете, я хочу сказать, что она с радостью ее говорит, я буду с детьми, я не хочу работать, мне это не мое. Я просто работала, что я понимала, что ты не тянешь. Да, она не только на рынке работала, она работала и в компании, могла бы карьерным ростом, и у нее бы это получилось как у руководителя. То есть человек, который психологически, морально устойчивый, имеет лидерские качества, он может организовать, очень психологически подготовленный, не знаю, психолог, да, как бы, ну, по природе своей. Тоже в садик не ходила, воспитывалась дома, мама. Ну, хочу сказать, что супруга меня поддержала, то есть она у меня в этом смысле и смелая, и сильная, и поэтому вот такая большая семья, и справляемся. Потом не справляемся. Да. Давайте будем заканчивать, даже в 6 часов. Ну, отец Роман, скажи, пожалуйста, все-таки про благодатность. Благодатность. Насколько благодатность семьи, седьмого, восьмого. Мне кажется, с каждым новым ребенком, вот, судя по моим двум, еще сколько Бог даст, и все, многодетные, все говорят, да, трудно, тяжело, вот, бывает, и порой невыносим, бывает. Ну, то счастье благодать, когда порой вот секундные какие-то там 10 минут совместного чаепития за круглым столом, когда сидят там все там семеро по лавкам, там, да, и ты как бы усталый сильно, но довольны настолько, что вот прям вот, ну, настолько довольны, каждый многодетный говорит, что прям, ну, вот эти 10 минут там совместной тишины, совершенно редкая для многодетной семьи, они говорят, ну, настолько вот подогревают, разогревают, и прям вот ощущаешь, что не, если бы вот мне сказали бы, когда там, типа, было у меня только двое, и все, типа, и что, не за что бы, то есть, ну, еще бы, еще бы. Да, правильно ты говоришь все, а в каком смысле, что надо вот ощущать, чувствовать, нужно воспитывать себе вот эти вот, чтобы обостренное чувство было в тебе, чтобы ты понимал вообще, что вокруг происходит. Вот на самом деле, вот, живу, да, 6 детей, а иногда я забываю об этом, что у меня 6, то есть, мне вроде как это и норма, как и не тяжело там, вот, то есть, я, просто надо представить, что бывает, что ни одного у детей плачет, как, и бывает один всего, да, бывает два, хотя третьего не получается, вот, или там какие-то страхи, или какие-то возможности, какие-то стесняют, ну, или по состоянию здоровья, вот, поистине, большая шумная семья, да, радость. Вот, осознать, я, наверное, еще не это, не совсем, до меня, наверное, это, не осознал я этого, да, я иногда задумываюсь, я иногда задумываюсь о том, что вы не осознаете, и в этом, наверное, и есть счастье, когда не понимаешь, что у тебя столько детей, просто живешь и все. Я, я когда был в больнице, вот, недавно, совсем, вот, я еще, можно сказать, лежу в этой больнице, 21-го, только выписываю, сегодня, да, завтра, понедельник. Я ушел на крещение, служил, там, ну, как бы, в волю ушли, все нормально, там проверился, вот, и я в больнице, и когда вот вдали, вот, знаете, вот пословица есть, есть убил бы, нет, купил бы, да, вот, когда вот, допустим, ситуация такая, муж есть, да, у женщины, там, она там, в общем, он мне там запилил, у меня булька одна была такая, она с дедом, вроде, 50 лет, он говорит, он меня замучил уже, говорит, и ворчит уже, так я говорю, он же в дедушка уже положено по статусу, вот, а я говорю, ну, вот, да, говорит, а вы знаете, сколько бабушек без дедушек, как им тяжело, говорю, а он у вас молодец, ходок и на ногах, и хозяин там, и все, ну, ну, она, ну, она устала от него, просто надо время отдыхать немножко, наверное, от этого, чтобы время ты оценил это, осознал это, вот я в больнице побыл, соскучился по ним вообще, и они со мной были, разговаривали, по телефону болтает этот Гордей, там, смотри, мне так кажется, что он уже заговорил, пока мне там пять дней дома не было, он начал болтать уже, все говорит, папа, там, рассказывает мне, конечно, это счастье, счастье обычно человеческое, и знаете, еще удивительно, что, казалось бы, естественные вещи простые, там, детишек, семьи много, там, даже в животном мире посмотришь, там, и у хрюшек, там, и три, и кролика, там, по несколько всегда, редко когда один, да, вот, и эта норма считается, это хорошо все, и они не смотрят же с удивлением на это, то есть это нормально, а мы почему-то люди довели себя до такой состоянии, что мы этому удивляемся, вот, идет мать там, удивляется на мою жену, идет она по магазину, а сзади трое бегут следом, воспитанные детки, ничего не хватает, никуда не бегут, не кричат, не валяются, ничего не требуют, вот, трое, и на женщину удивляются, а это что, все ваши? Нет, не все, как не все, еще дома три, и вот они с таким удивлением просто, ой-ой-ой, ну, и смотрят, она обычная девушка одета, это вот в советском периоде женщина, да, это вот просто жалко, жалко, что мы так реагируем на это, это, это нездоровая реакция. Баптисты, наверное. Баптисты в этом смысле, например, показывают, что у них много детей, да? Да, да, странно. Вот, кто любит много, много любил, как там написание написано, это есть? А? Кто любил много, да? Да, так что, надо возлюбить их, еще до того, как они у тебя есть.